3 метра 55 сантиметров против соседских 4.30. Внутриквартальные дороги советского образца во многих дворах не отвечают запросам челнинцев. Но когда рядом полотно расширяют, есть надежда, что и до тебя непримерно дойдет очередь. В 48-м комплексе два двора-близнецы. Дома в них стоят одинаковые, дороги строились равной ширины. Пару лет назад в доме 48-21 появилась дополнительная полоса асфальта 48-18 ждал того же. С коляской по тротуарам здесь не прогуляешься. Мамочкам приходится покорять проезжую часть, сетуют местные жители. С таким положением они мирились много лет. Две машины, во-первых, не могут разъехаться. И детям негде пройти пешеходам, и ни скорая помощь, ни пожарная машина не подъедет, не дай бог, что случится. Пока ничего серьезного здесь не происходило, возможно, и не произойдет. Но узкая дорога стала причиной ежедневной проблемы, которую дворник решает в одиночку. Тащит эти бачки со всех подъездов, собирает их впереди на дорожку, тротуар, и потом тащит в начало дома. Зачем это? Как это? Это же каторжный труд. Ко времени приезда мусоровоза ряды любителей тротуарной парковки заметно редеют, но найти компромисс со всеми автомобилистами не удается. А потому расширение полотна – самый оптимальный вариант для решения проблемы, говорят жильцы, и их суждения не беспочвенные. А это уже другой двор. Он находится по соседству. Здесь дорогу уже расширили. Плюс 75 сантиметров, и результат налицо. Спецтехника здесь проедет без труда. Ремонт дороги здесь был пару лет назад. С тех пор местные жители редко сталкиваются с препятствиями на пути к Аляске. Да и два автомобиля здесь спокойно разъезжаются. А после того, как расширили нам дорогу, стало хорошо? В управляющей компании нам сообщили, что в этом году такие работы проводиться не будут. В бюджет средства на это не заложено. Но сигнал принят, и специалисты рассмотрят вероятность расширения с учетом инженерных сетей и близости к деревьям. Подробный ответ обещали дать после праздников.